В целом, просто такая небольшая преамбула. Ответственный туризм может быть любой вид туризма, в том числе даже all-inclusive. Но есть виды туризма, которые наиболее ответственны. Я говорила об этом в пленарке. И в частности, есть социальный туризм, который касается незащищенных слоев населения и инклюзивный туризм. Поэтому, и в принципе, поскольку мы находимся на первом сфере социального предпринимательства, то, конечно, мы... Давайте с этого и начнем. Поэтому я первой дам слово Светлане Нигматулину, которую, я уверена, вы все прекрасно знаете. Не побоюсь сказать, что это, в общем, в принципе, наверное, такой уникальный пример человека, который создает историю туристическую, турагентскую, вокруг себя, вокруг своего бренда и вокруг того, собственно говоря, чем она живет. Добрый день уже, наверное, всем. Большое спасибо за приглашение, за возможность рассказать о своей деятельности, о том, что мы делаем. Представлюсь сначала. Я являюсь социальным предпринимателем, руководителем некоммерческой организации Центра развития социальных и образовательных проектов «Аура» и автором социальных проектов, один из которых направлен на развитие доступного туризма на территории Калининградской области. Наверное, сегодня, на сегодняшний день уже не только на территории Калининградской области, потому что наш опыт широко транслируется в другие регионы и сам проект предполагает развитие также в других регионах. Также я занимаюсь тем, что создаем доступные образовательные условия на особо охраняемых территориях, занимаемся обучением персонала, именно культуре обслуживания людей с инвалидностью. В основном это бизнес-компании, которые сами выходят с встречным предложением и все сегодня уже понимают, что доступная среда – это не только понижение бордюров, это не только доступный транспорт, но это еще и доступное взаимодействие, это и персонала, который способен качественно и грамотно оказать условия для себя и для клиента с инвалидностью. Я очень много путешествую по миру, была в разных странах, в городах, посетила, наверное, более 25 стран и 300 городов, это не только Россия, но и дальние и ближние зарубежья. Первый раз, три года назад, я публично выступила на вебинаре, в моей аудитории были люди с разными формами инвалидности из разных регионов России и мира, где я рассказала об опыте своих путешествий, и получила обратную связь, и поняла, что есть большое количество людей, которые хотят путешествовать, но боятся сделать первый шаг, и думают, что сильно, например, в инвалидной коляске это сделать невозможно. И тогда я решила провести первый тур в Калининград и посвятила его людям, которые никуда не видели море. В программу туров входит посещение всех самых знаковых мест Калининградской области, достопримечательностей. Участники моего проекта занимаются дайвингом, совершают прогулки на яхтах, сплавляются на вайдарках, они прямые участники образовательных мастер-классов, с ними работают самые лучшие мастера и наставники Калининградской области, например, это гончарные мастер-классы, это кулинарные мастер-классы, это рисунки на воде. За два года проекта мы организовали 7 туров, в которых приняли участие более 106 человек, это люди из разных регионов, в этом году к нам присоединились Белоруссия, Казахстан, и как планы на будущее, в следующем году мы расширяем, как я уже говорила, свою деятельность, выходим из Санкт-Петербург, Белоруссия, Украина и Италия. В России проживает более 12 миллионов людей с инвалидностью, но только 10% из них имеют реальную возможность для того, чтобы путешествовать. Причиной такого низкого процента является нежелание туроператоров заниматься организацией туров для людей с инвалидностью и созданием турпродуктов и услуг для такой категории своих клиентов. Со временем проекта я неоднократно получала обратную связь и в присланных заявках было большое количество родителей, которые имеют детей с инвалидностью. И в этом году мы открыли новое направление, развиваем новое направление в проекте, которое направлено на организацию детских туров и для детей и их родителей. В августе месяце к нам приехала в Калининград группа из 14 человек, 6 из которых это были дети с тяжелыми формами инвалидности, они все передвигались в инвалидных колясках, многие из них были в корсетах и приехали с аппаратами искусственного дыхания. Это были подопечные московского хосписа, дом с маяком. После этого я решила закрепить свое намерение развивать доступный турист, провела в интернете большой опрос, получила обратную связь и поняла, что людям не хватает в жизни впечатлений, положительных эмоций, из-за этого часто у людей плохое настроение, особенно в семьях, где дети с инвалидностью, также родители лишены возможности путешествовать, поэтому случаются депрессии, усталость, конфликтные ситуации в семье и разводы. Поэтому будем продолжать направление, будем работать также в организации детских туров. Можно дальше? В принципе, я уже сказала, наша аудитория – это люди с разными формами инвалидности от 3 до 85 лет. Обычно участники тура – это, ну, к примеру, если группа состоит из 15 человек, то половина – это люди с инвалидностью, а половина – это их провождающие лица, либо родственники, либо друзья. Поэтому такая очень смешанная аудитория и сопровождающие люди также являются полноценными участниками проекта. Можно дальше? Да, ну это то, что мы предлагаем. Как я уже говорила, что мы можем разработать любой тур, потому что мой личный опыт, то есть все, что я пропустила через себя, позволяет мне заявлять, что я на самом деле эксперт в этой области. Я знаю все для того, чтобы сделать комфортный отдых для наших туристов. Они живут у нас в комфортных отелях, передвигаются на адаптированном транспорте. То есть мы с 7 дней, они сбывают о своих проблемах и уезжают отсюда с теми самыми впечатлениями, которые помогают им двигаться дальше, потому что я считаю, что путешествие это мощный стимул жизни для любого человека. Ну, наверное, поднимите руку, кто из вас не любит путешествовать. Ну, наверное, таких людей нет там, да, и мы живем от отпуска к отпуску, потому что мечтаем, что наступит деньник, смогу купить билет в теплую страну там, да, и будем делать то, что мы хотим делать, и ради этого люди живут. Я считаю, что для людей с инвалидностью это особенность стимула, потому что, опять же, судя по себе, когда я поехала в свое первое путешествие, это было 10 лет назад, до этого я учила итальянский язык, и просто любовь к итальянскому языку возродила меня любовь к Италии, но я тоже не мечтала, никогда не думала, что попаду в эту страну, но однажды такая возможность представилась, я попала и вернулась из этого путешествия другим человеком, и это было таким переломным моментом в моей жизни. мне сейчас, когда я хожу на работу с удовольствием, и работаю 7 дней в неделю, потому что знаю, что наступит тот день, когда я отправлю свое путешествие мечтой. Поэтому это не только отдых, но это еще и возможности реабилитации, это стимул к работе, и к образованию, и продвижению вперед. Это, наверное, базовый принцип моего проекта, это безопасность, потому что люди имеют разные ограничения, как я уже говорила, что многие имеют страх выйти за пределы своей жилища, тем более уехать в другой город или в другую страну, потому что многие все-таки думают, что мир жесток, люди недоброжелательные, и кругом сплошные опасности, поэтому те люди, которые приезжают там первый раз, мы создаем для них такие комфортные условия, чтобы они забыли про свои страхи, и наконец-то после отъезда из Калининграда смогли уже путешествовать самостоятельно. Комфорт, тепло – это то, что тоже создает наши впечатления. Наши туристы питаются в самых лучших заведениях города. Иногда мы пьем вино, например, когда мы посещаем форт Денков, это старый исторический объект, я привожу всегда этот пример, потому что для меня он очень показательный. Мы там всегда делаем такой небольшой обед, нам готовят очень вкусную кашу солдатскую, это очень колоритно получается, очень атмосферно. И взрослым людям мы предлагаем иногда 100 грамм фронтовых, потому что это все-таки наша история, которая связана с войной, очень как-то проникновенно проходит через всю нашу душу, наверное. Ну и впечатления, все-таки я считаю, что туризм – это все-таки не про какие-то созданные условия, а это именно про те самые впечатления, которые мы возим, да, и которые остаются с нами, наверное, на всю жизнь. Ну, в принципе, наверное, я так все сказала, поэтому, Наташа, можно, наверное, позже презентацию дальше. А, Фрюк, а можно сказать, можно задать вопрос? Во-первых, мне было интересно, какое среднее количество человек собирается в такой тур, насколько, какие, да, в принципе, люди все-таки с ограниченными возможностями, ну, сколько им? Они всегда сопровождающие, да, какова, вот, немножко более подробно, как это устраивает именно впечатление такой культуры? Это первый вопрос, который может. И мне кажется, второй вопрос, может ли нам озвучить эту мечту какого-нибудь другое диетное, да? Все-таки она бы звучала, как-то, 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 она там была в слайде, но мне кажется, это очень важная история, и вообще, хотел бы тоже обратить внимание, что опыт Светланы в создании доступности в национальном паре Курска и Курсан, да, он, конечно, совершенно лукарный и великолепный, в комнате, поэтому, конечно, она знает, и, естественно, не знает в любом случае, в стране. Да, по поводу того, какое количество человек в группе, это, в этом есть такой, так скажем, немножко научный подход, потому что это не может быть хаотично собранная группа, там из любого количества человек, потому что, если, например, в ней присутствуют люди в инвалидных колясках, то, например, технология проведения экскурсии одна, ритма группы другой. Если люди с нарушением зрения, то также подача информации совершенно другая, и также ритм другой, поэтому максимальное количество человек 15. Опять же, это еще связано с тем, что в Калининградской области, к сожалению, пока нет большого доступного экскурсионного автобуса, который позволял перевозить на большие группы. Мы отталкиваемся именно от автобусов, социального такси, министерство с нами сотрудничает, мы ему благодарны за это, потому что Калининградская область большая, и хочется людям показать все ее красоты и все достопримечательности, поэтому мы используем автобусы. В один автобус помещается не больше четырех инвалидных колясок, и поэтому группа складывается из шести колясочников, это максимум, а и все остальное это сопровождающие люди. Мы никому не отказываем, ни одному человеку, то есть мы перенимаем любого человека с любыми ограничениями, с любыми потребностями. Технологии проведения экскурсий я знаю, как бы тоже не понаслышке, потому что преподаю в университете имени Канта на курсы гидов-экскурсоводов, сама училась на этих курсах, когда только начинала развивать доступный туризм в Калининградской области, вернувшись опять же от своего очередного путешествия, я подумала о том, что в Калининградской области есть масса всего интересного, удивительного, которое было недоступно на тот момент для туристов с инвалидностью. И я вышла с предложением к Министерству по туризму и культуре включить в группу гидов-экскурсоводов человек, который бы имел какую-то форму инвалидности и был бы экскурсоводом, работал бы на доступном объекте. Предложение было принято, и также было встречное предложение пойти на эти курсы самой, хотя моей мечтой не было быть экскурсоводом, но я подумала о том, что, наверное, мне нужно пропустить через себя вот это мое предложение, понять, насколько это вообще профессия, вообще годится, да, для такой категории людей. Я помню тот самый первый день, когда я пришла в группу, там было почти 20 человек, это люди, конечно, все были без каких-то видимых ограничений, они, наверное, подумали, что я просто ошиблась аудиторией. Но в течение трех месяцев это была очень полноценная качественная учеба, все мои коллеги, которые сейчас уже со мной работают, то есть они, потренировавшись на мне, так можно сказать, да, поняли, что эта профессия также пригодна и для такой категории, конечно, должна быть создана какая-то инфраструктура, но если человек имеет потенциал внутренний, способен общаться с людьми, то почему бы нет? Вот. Второй вопрос, это же какой был, пожалуйста. Увереет. Да, и мы, конечно, развиваемся, помимо того, что мы собираемся развивать наши туры и создавать доступную среду туристическую в других регионах, мы мечтаем о том, чтобы на территории Калиниградской области появился такой центр на берегу Балтийского моря, где можно было бы доставлять возможность размещать группы людей с инвалидностью, с разными потребностями, особенностями, не только людей с инвалидностью, потому что любой человек может попасть в любой момент своей жизни в какую-то сложную ситуацию, сломать ногу, например, руку, или как-то, допустим, маленькие дети, которых тоже родители передвигаются с колясками, тоже испытывают некие инфраструктурные препятствия, поэтому некое такое универсальное пространство, где люди могли бы жить в комфортных условиях, с хорошим уровнем сервиса, и также заниматься инновационными видами спорта. Калиниградская область имеет все возможности для того, чтобы развивать недоступный яхтинг, и люди могут погружаться, заниматься дайвингом, сплавляться на байдарках. Такого центра на территории Российской Федерации нет, поэтому я думаю, что Калиниград может выступить с учетом нашего опыта, примером, и в России появилось такое место. Мы к этому стремимся, это, конечно, более масштабный проект, но мы верим в свои силы. Да, еще вот я бы хотела сказать о том, что этого бы ничего не было бы, если бы у моих партнеров, ну, то есть тех компаний, учреждений, куда мы привозим своих туристов, начиная с отелей, с музеев, ну, и всех тех, с ресторанов, если бы у них не было бы качественной услуги. Поэтому моя задача, как автора проекта, помогать развиваться своим партнерам. Именно поэтому год назад я выступила с предложением к руководству национального парка Курская коса адаптировать один маршрут, потому что долгие годы, так скажем, знаковое место Калининградской области было все-таки недоступно для посещения туристов. И когда люди к нам приезжали, они все спрашивали, а мы на косу поедем? Я говорила, что нет. Но вот с этого года я говорю, да, и у нас есть полноценный маршрут, где мы построили деревянные настилы, которые продолжить протяженностью более 4 километров, они абсолютно адаптированные. Представили две большие беседки на берегу Курского залива и Балтийского моря, где мы проводим образовательные занятия с детьми, школ Калининградской области в, так скажем, в холодное время года. А в теплое время года привозят у наших туристов, и они также уже в сегодняшний день способны быть вовлечены в вопрос охраны окружающей среды. И поставили интерактивные стенды, в том числе за шрифтом Брайля, построили обзорную смотровую площадку на берег моря с пандусами. И вот уже сейчас на Курской косе есть спуск к морю, которым пользуются в общем-то все посетители национального парка. Это считается уже самым посещаемым маршрутом на территории, на этой территории. Поэтому вот моя задача также помогать развиваться нашим партнерам. И в Ницческе также был парусный клуб, пентарный парус. Это школа с 1946 года, и там, если туда приехать, то домики, наверное, так они с тех времен и сюда стоят. Там, конечно, не шла речь ни о каких-то пандусах, туалетах. Но вот мы тоже поработали, поставили доступный туалет и сделали пандусы на пирсе. Это, в принципе, удобно всем, не только нашим туристам, но и их сменам, детям, которые занимаются на территории клуба. Ну и таких примеров может быть много, просто я сейчас не буду уже на них останавливаться. Большое спасибо за внимание. Готова ответить на ваши вопросы, если они есть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Скажите, пожалуйста, Светлана, подразумевается ли в качестве контингента на будущее, допустим, не только колясочники, не только агрессивные и гранатные люди, но и граждане, имеющие хронические заболевания, но и не дотягивающие до получения валида, но они, допустим, очень пошло скидок, они вполне активны, они хотят путешествовать, единственное, что это ограничивает, это вот это маномобиль, сможете подойти к полтору, которые изобретают, написали, студенты, а вот не такой как-то люди, потому что, скажу, у меня такой немножко даже шкурный вопрос, потому что, наверное, 80 лет, допустим, вот, она уже, пожалуй, путешествовать, а сейчас сказать, все, я путешествовалась, но она еще ничего не успела посмотреть, просто хотелось, я вот думаю, что вот тот центр, о котором вы говорите, где будут проживать, мне очень понравилось то, что с ними будут работать так, чтобы они не боялись, потому что страх у людей, которые боятся, люди даже с ними что-то случается, еще интересно, как встретят, они касаются не только мастер, они еще вот таких вот людей, которые уже не были миломожны, значит, это действительно вот. Да, но уже сейчас наша группа приезжает, допустим, вот приезжает ребенок, мама, и, например, свекровь, как бы, да, это уже такие три целевые аудитории, то есть, это разное поколение, и, конечно, мы разрабатываем программу так, чтобы не только все было направлено на ребенка, да, а получается, мама и бабушка, это как, ну, так скажем, в хорошем смысле отслуживающий персонал для этого ребенка, но также они являются полноценными участниками наших программ, поэтому программа строится так, чтобы всем трем человекам, да, которые из семьи, было бы комфортно и удобно, поэтому и условия, которые мы ставим, они абсолютно универсальны, то есть, это нет, то есть, если я могу проехать, то значит, пройдет любой человек, там, и, 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 если нужно сопровождение, то мы его можем предоставить, да, и также, допустим, есть люди, которые приезжают, например, ну, там был такой парень, который говорит, я вот могу ходить, говорит, но я не могу, ну, долго двигаться, то есть, вот я понимаю, что там у вас такая насчищенная программа, мы должны будем там, 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 в курской косе гулять, а можете ли вы, допустим, мне на время пребывания предоставить инвалидную коляску, когда мы этим вопросом тоже занимаемся, потому что это будет как дополнительный бонус, так скажем, комплимент от нашего проекта, что кто испытывает какие-то такие временные ограничения, то мы можем им помочь для того, чтобы тоже было комфортно. Спасибо. Просто у вас попросить представить и на будущем те, кто будет ставить вопрос, пожалуйста, представляйте, что вы не знали, кто вы. Меня зовут Владимир Шашурина, вот я уже давно как-то были прицелены к филистическому бизнесу, вот, а сейчас учусь в школе социально поднимали. Отлично. Здорово, коллеги. Спасибо большое, прекрасный вопрос и прекрасный представитель. Так, чудесно. Да, еще, пожалуйста. Наталья Горбова, а скажите, пожалуйста, что вот тех мест, как гостиница, в округе, не хватает для этого? Потому что гостиница предоставляет отель. Да, к сожалению, ну, как бы, вот места, которые проживали, места, номера проживания, вот у нас, в принципе, нам повезло с тем, что в отеле Ивис есть три адаптированных номера, и по соседству построили еще один отель, это Holiday, в котором два адаптированных номера, поэтому с учет этого мы можем расселять группу. Но если, допустим, одновременно в одно и то же время приедет две или три группы, то получается так, что мы не можем. Ну, из-за этого, собственно говоря, это является одной из причин, почему мы хотим построить этот центр, чтобы было неограниченное количество мест, и можно было расселять одновременно не одну группу. Расселять людей из одной группы по разным отелям не очень эффективно. К сожалению, по всей стране такая тенденция, что в отеле максимум один-два адаптированных номера на большее количество отельера не идут. Считают, что это нерентабельно. Хотя в этих номерах могут жить и другие люди, они по площади больше, комфортнее, двери шире, кровати. Ну, просто у некоторых есть стереотипы, что мы не можем жить, допустим, в специализированном номере, хотя в нем нет ничего такого специализированного. А вы же говорите, что это другие туристические компании, которые занимаются тоже инклюзивным и туризмом. В России не так много городов, куда вообще, в принципе, могут путешествовать инвалиды. Если взять, это Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Вот, пожалуй, все, что вообще, в принципе, страна удобная, наверное, казалось бы, сколько можно всего, но реальность такова, что доступные свидания отсутствуют. К сожалению, да. И, поэтому, здесь, конечно, работа совершенно не по чате края. Поэтому, если кто-то присматривается вот к этой истории, вот она такова. в Европе есть для двух инвалидов? Конечно. отель, там точно так же, там один, два номера, не больше. Там просто отелей таких больше, они просто ближе друг к другу находятся. у нас немножко все-таки сложено. отеля, которые, в принципе, могут быть два тема. Нет, Наталья, не два, не два. Какие это отеля? Два отеля, которые имеют одновременно более двух номеров адаптированных. А так нет, но в отеле Меркури, в котором мы находимся, все же есть адаптированные номера. Ну, еще, конечно, ценовая политика тоже имеет значение, потому что, как правило, номера с повышенными, так скажем, с более подходящими условиями, они стоят выше, чем стандарты. Конечно, это тоже имеет значение. Но в калининградские отели идут нам навстречу, и они снижают цены, по-счет этого, да, мы можем выйти на комфортную цену. Я даже могу ее озвучить. Вот в этом сезоне 25 тысяч, это было 7 дней, все включено. Да, то есть, трехразовое питание, отель в центре города, транспортные услуги и программа, ну, то есть, образовательные занятия, посещение музеев, там, яхтинг, сплавы, соответственно, куда и уровень сервиса. Поэтому цена подъемная, как раз таки за счет того, чтобы наши партнеры с пониманием относятся. никто не работает бесплатно. Я хочу повторить, что это не какой-то социальный, настолько социальный проект, а не благотворительный. Хотя, когда к нам приезжали дети, мы для них сделали благотворительный тур, но это просто было желание, так скажем, друзей, моих друзей. Они просто скинулись там до того, что вот мы там путешествуем пять раз в году, просто хотим сделать что-то приятное, как некоторые люди говорят, что хотим почистить карму. Ну, если у них такой мотив, почему, как почему, мы не отказали в этом. И они скинулись, и дети приехали, пожили семь дней в комфортных условиях. Мамы забыли про те трудности, которые испытывают каждый день где-то там далеко. У нас был мальчик, который, не знаю, в своей жизни за 14 лет там пожил, наверное, в четырех домах-интернатах. Он был такой, у меня есть, конечно, на флешке фильма, но я не буду сейчас его показывать. Он, конечно, на него посмотришь, просто думаешь, как вообще человек этот мог выжить. И вот это отношение такое не очень человеческое к нему заставило превратиться волчонка. И женщина взяла его, стала приемной матерью и вот за 4 года. Хотя ей говорили, что не берите, потому что он все равно умрет. А вот он до сих пор живет там. Да и она говорит, что путешествия просто-таки, может быть, позволяют двигаться вперед и являясь стимулом. И много же людей, детей, которые не адаптированы к окружающей среде, а турист помогает именно людям адаптироваться, взаимодействовать с внешним миром естественным способом. не только это хорошо для людей с инвалидностью, но и для другой половины человечества тоже. Все становятся добрее, как-то, мне кажется, мудрее, умнее и сердечнее. Спасибо большое. Любовь, добавляю, что исследования несчастья, есть уже исследования, которые говорят о том, что туризм это третий пункт, который делает нас счастливыми. Это верно. Третье место занимает в системе вот этих приоритетов путешествия, поэтому, конечно, тут споро не было, но это все есть присутствие и счетов утверждения. Да, пожалуйста. Светлана, здравствуйте. Евгений Грязнов, предприниматель. Света, знаю, что вы очень любите путешествовать по миру, по Европе. Как вы планируете интегрироваться в европейское сообщество? Принимать гостей из Европы, да? Вы знаете, что только что нам озвучили, что мало мест для инвалидов в России, которые могли бы достойно показать там какой-то вот... Учитывая то, что у нас сейчас в Калининградской области электронная виза, да, сотрудничаете ли вы с инвалидами из Европы? Да, и в обратную сторону сотрудничества есть ли, да? Есть ли там какие-то маршруты, вот такие вот именно адаптированные маршруты в Европе? Ну, пока... Прешествия мечты, в Калининградской области существуют и такие вещи. Хорошо, спасибо, Жень, за вопрос. В этом году, как я вам уже говорила, что были туристы из Белоруссии и из Казахстана. Это, конечно, не совсем может быть там, ну, как бы, относится в прямом смысле к иностранцам, но все равно, однако, мы уже выходим за пределы Российской Федерации. И сейчас, как раз-таки, буквально неделю назад у меня была встреча с министром по культуре и туризму, где я озвучила свое желание выходить на международный рынок и заявлять о себе и привлекать иностранных туристов на территорию Палинградской области и воспользоваться тем самым бонусом, который, как бы, у этих людей есть. Поэтому, да, мы начнем с того, что будем участвовать в международных выставках, потому что опыт и репутация у нас есть, но нам сейчас нужно пока развивить о себе на территории других государств. И сейчас, в данный момент, в Риме, как раз-таки, преподаватель моего итальянского языка, который я училась, занято тем, что мы находим партнеров на территории Италии для того, чтобы организовать тур в Италию в следующем сезоне. Уже контакты найдены в конце месяца я еду для того, чтобы сама посмотреть этот маршрут, чтобы понять, насколько там он пригоден. И в следующем году будет тур в Италию. Это уже как бы 100%. Потихонечку двигайтесь. Спасибо.